Всем привет! С вами канал Поделки Самоделки, а значит и я Татьяна. Сегодня я вам покажу, как сделать замечательную, просто потрясающе красивую вазу из обычной кофейной банки. Естественно, пустой. Сначала мы убираем все этикетки с помощью фена. Вот у нас чистая баночка получилась. Убираем крышку. Теперь готовим акриловую краску. Спонжик. Можно взять кисточку, но спонжиком получится очень ровно, без всяких полосок. И тщательно прокрашиваем всю банку. Я положила два слоя. То есть одного слоя мне показалось недостаточно. Но если у вас напряженка с акриловой краской, то можно и один слой. Значит, можно красить как вам удобно. Можно покрасить сначала дно, потом верхнюю часть, или наоборот. Можно так, как делаю я. Видите, засунула руку. Правда, она мне не совсем пролезает в горлышко. И вот крашу всю баночку. Когда все покрашено и высушено, я взяла черную акриловую краску и произвольно нарисовала вот такие капельки, немножко закрученные, или запятые, но которые смотрят в обратную сторону. Так, вот я это делаю по всей бутылке. Значит, на лицевой стороне я сделала таких четыре капельки. И на всех остальных трех сторонах я сделала по две. Только они были у меня большего размера. Можно вообще все, что угодно. Можно нарисовать черные листочки, можно черные горошинки. Или выбрать какой-то другой цвет, какой вам больше всего нравится. Самое главное, не стесняйте свою фантазию. Все, что вам приходит на ум, обязательно пробуйте, делайте. И вы вскоре окажетесь самым творческим человеком. Вот уже опять все высохло. И теперь я прокрашиваю горлышко. Точно так же черной краской, аккуратненько. Ну и теперь я беру золотистую красочку, обыкновенную палочку для ушей. И по краю капелек я делаю золотистые точки. Опять же, их можно сделать красного цвета, например. Тоже будет красиво смотреться сочетание черный, белый и красный. Или, может быть, вы найдете какой-то свой вариант. Так я поступила везде, со всеми капельками. Теперь я беру Mod Podge. Это такой клей, ну, можно сказать, ПВА, разведенный напополам с водой. И покрываю полностью всю мою вазу тонким и ровным слоем. Это для того, чтобы закрепить краску, чтобы она не облуплялась. Для долгого хранения и вода будет хорошо стекать по ней. И так же ваза будет блестеть. Ну, а сейчас я нашла цветочки, отдельно листочки. И пытаюсь сделать какую-то композицию из четырех цветков. Но позднее окажется, что четыре цветка у меня не умещаются. Смотрятся не очень хорошо. И вот я приклеиваю эти цветочки на три лепестка. Этого мне показалось достаточно. Ну, и вот теперь на центральную часть моей вазы, на передний край, так сказать, я приклеиваю уже горячим клеем три цветочка. Вот, получилось очень замечательно, красиво. Но, как всегда, хочется добавить красоты. И на горячий клей я приклеила бусы, которые буквально недавно купила в долларовом магазине. Так как скоро день святого Валентина. Стали продавать эту тематику Валентиновскую. И я купила вот эти бусы. И я решила им украсить низ и верх вазы. Ну, чтобы она выглядела более парадной, более красивой. Не знаю, насколько у меня это получилось. Судить вам. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Приходите за новыми идеями на канал Поделки Самоделки. И пишите, что вам больше всего понравилось в этой поделке. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. А пока на этом мы сегодня заканчиваем. И вас вскоре ждут новые красивые поделки и не только вазы. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.